Бытие, глава двадцать девятая. Потом опять клали камень на свое место на устье колодца. Иаков сказал им, «Братья мои, откуда вы?» Они сказали, «Мы из Хоррана». Он сказал им, «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали, «Знаем». Он еще сказал им, «Здравствует ли он?» Они сказали, «Здравствует». И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. И сказал, «Вот дня еще много, не время собирать скот, напойте овец и пойдите пасите». Они сказали, «Не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камня от устья колодца, тогда будем мы поить овец». Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодца и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой и заплакал. И сказал Иаков Рахиль, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекин, а она побежала и сказала отцу своему. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой, и он рассказал Лавану все это. Лаван же сказал ему, «Подлинно ты кость моя и плоть моя», и жил у него Иаков целый месяц. И Лаван сказал Иакову, «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?» У Лавана же было две дочери. Имя старшей — Лия, имя младшей — Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красиво станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал, «Я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал, «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». И служил Иаков за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану, «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою зелфу в служение служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану, «Что это ты сделал со мною? Не за Рахиль или я служил у тебя, зачем ты обманул меня?» Лаван сказал, «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей? Окончи неделю этой, потом тебе дадим и ту, за службу которой ты будешь служить у меня еще семь лет других». Иаков так и сделал. И окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль дочь свою ему в жену. И дал Лаван служанку свою, Валлу, в служанке дочери своей Рахили. Иаков вошел и к Рахили. И любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще семь лет других. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она, «Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». И зачала опять, и родила сына, и сказала, «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и этого». И нарекла ему имя Симеон. И зачала еще, и родила сына, и сказала, «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сыновей». От этого наречено ему имя Левить. И еще зачала, и родила сына, и сказала, «Теперь-то я восхвалю Господа». Посему нарекла ему имя Иуда. И перестала рождать.